Всем привет ребят, с вами Megabzor.com и сегодня у нас на тестах новый ридер от компании Onyx Books Monta Cristo 3 с измененным расположением кнопок, дополнительной кнопкой возврата, технологией Snowfield. Продажи этого ридера не так давно стартовали на российском рынке. Более подробные характеристики и цены представлены в описании к этому видео. Поставляется он в компактной коробке из белоснежного картона. Внутри поставляется изначально установленную жесткую подложку, защищающую от повреждений при транспортировке. Также в комплект входит USB кабель, зарядное устройство и набор документации. Onyx Books Monta Cristo 3 получил ряд конструктированных улучшений. Добавлено пара сенсорных кнопок на боковой рамке, отвечающих за перелистывание. По личным ощущениям перелистывание стало удобнее, чем с мелкими кнопками в первом поколении, не меняя хват. Как и ранее, перелистывать можно конечно же с помощью экрана. Логотип Home на нижней рамке теперь стал сенсорной кнопкой Home. Нажать на него переводит интерфейс на главный экран. В основном визуально она не отличается от протестированного нами первого поколения. Это качественный корпус из магниевого сплава. Лицевая сторона зачетает стекло Масахи, устойчивым к царапинам и ударам. Актуальна с учетом общей хрупкости экранов у электронных ридеров. Все разъемы свероточены на нижнем торце. Снизу microUSB, склад для карты памяти microSD, кнопка включения. В комплекте с Onyx Books Monta Cristo 3 идет качественная обложка с жесткой подложкой. Поддерживается смарт-функционал, автоматически переводящий ридер в режим сна и пробуждающий при открытии крышки. Визуальный ридер похож на планшет. Компактный габарит, удобная форма, располагают к длительному чтению без чувства дискомфорта при перелистывании и работе с интерфейсом. Установлен дисплей с диагональю 6 дюймов, разрешение 1480 на 1072 пикселя. Шикарный экран, позволяющий в деталях разобрать мелкие шрифты, картинки и элементы интерфейса. Между защитным стеклом и матрицей отсутствует воздушная прослойка, а экран не бликует под прямыми солнечными лучами. Сенсорный слой поддерживает несколько одновременных нажатий, что дает пользу для возможности использовать жесты. На нажатие реагирует точно. Moonlight подсветка дает возможность продолжить чтение при плохом освещении в помещении или в темное время суток. Яркость регулируется равномерно по всей площади. Функция Snowfield избавляет от артефактов в режиме быстрого перелистывания. Визуальная разница с ридерами без поддержки этой технологии заметна. Используемая платформа не претерпела изменений. Установлен двухъядерный процессор с ядрами Cortex-A9. Работа на частоте 912 МГц. Графика Mali 400MP. На борту 512 МБ оперативки и 8 ГБ нудной памяти. Подсветка карты памяти объемом до 64 ГБ. После старта пользователь доступна примерно 4,5 ГБ. Данный ридер получил модули Wi-Fi и Bluetooth. Электронная книга умеет соединяться не только с сетью, но и внешней периферией, такой как наушники и колонки. Программная оболочка построена на базе операционной системы Android 4.2. Лучшая оболочка в плане удобства работы и возможности расширения функциональности среди доступных. Поцель может загружать приложение с Google Play. Добавлять словари, специальные сервисы, клиенты социальных сетей, облачные хранилища, программы для чтения. Из интересного также можно загрузить софт для прослушивания музыки и подкастов во время чтения или в дороге. Ридер этот всеядный, распознает все распространенные форматы. Комплектное приложение для чтения, детальная настройка отображения, библиотека, сортировка и файловый менеджер. Работа системы стабильно и запускается быстро. Onyx Books Monte Cristo 3 станет отличным выбором для тех, кто находится в поиске функциональной электронной книги. Изменения в виде появления дополнительных сенсорных кнопок нам понравились. В основном сохранены преимущества серии в виде комплектной обложки, качественного дисплея с защитным стеклом, доступа к Google Play, поддержки Snowfield, магниевого корпуса, длительного времени автономной работы. Оценивая стоимость и предложение конкурентов, можем смело назвать эту модель лучшей на конец 2017 года. С удовольствием обсудим данный ридер с вами, ребята. Всем спасибо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok